ребят всем привет решил показать вам комнату которую снимаю без каких-либо не то что подробности в плане того что места общего пользования вернее хочу показывать вот квартиру мне сдал пожилой дедушка комнату точнее квартир комнат комната она очень маленькая вот такая всего семь метров вот она очень малюсенькая я не знаю как на видео то есть я вот стою около двери и в принципе через три шага это уже будет окно у меня вот долго я думала снимать не снимать сейчас опять не скажу что сказал не снимешь ну и очень много пишут что мы за тебя переживали мы очень много людей участвует моей судьбе вольно или невольно и переживают и поддерживают моральные как бы наверное я так долго думала и думаю с мастера наверно будет действительно позже не то что непорядочно наверное поскольку я блогер было бы неправильно вот этот момент упустить вот долго я долго думала честно вам скажу я тут как долго неделю уже нахожусь вот стоимость этой комнаты 6 800 я уже месяц проплатила и сняла ее по той простой причине что однокомнатную квартиру я не в состоянии снять себя ребят не хочу показывать я все равно это еще после болезни как-то это у меня теперь еще и ухо блин болит и сложнее наверное опять на антибиотиках вот отойду от тем поэтому я вот так буду показывать свое жилище которое сняла вот мне надо было снять срочно поэтому ну и плюс ко всему здесь стоимость арендных квартир однокомнат квартир стоит 8 на от 18 тысяч плюс щечки где-то пять с половиной шесть половиной плюс у меня еще оплата за моревку а с октября месяц там отопление включат и сейчас я где-то плачу около 3 3 тысячи за моревку а когда будет отопление 3 980 соответственно около 7 тысячи я не в состоянии буду и оплачивать и моревку и однокомнатную квартиру я не буду зарабатывать столько я прекрасно понимаю то есть я уже проштудировала работы чтобы оплачивать сразу давать жилья поэтому одна комната квартира отпала однозначно несмотря на то что родственники мне предлагают и дети родные мои например как каким-то образом доплачивать датировать я не хочу никого сидеть на шее я создала свои проблемы сама и сама я их теперь буду разруливать и я считаю это правильно поэтому когда пишут и что ты не поселишься у дочки там она уже ладно неважно в общем у дочки однокомнат квартиры они живут с парнем три года и я считаю что это было бы неправильно рушить уже фактически семью это мое мнение это я так считаю вот у сына тоже по определенным проблем ну каким-то проблемам не хочу и не могу селиться поэтому вот так получилось так как получилось что на старости лет в 53 года я оказался фактически бомжом на моревке я не могу поселиться по своим причинам вы знаете да что там нет вообще никаких бытовых условий там ладно еще поспать на полу но но там нет где помыться там практически не работает унитаз там не на чем готовить потому что там битая плита вот ну и соответственно добираться до яйска тоже было бы не на чем вот как то так поэтому приехав держинск я вот таких условиях давайте немножко покажу поскольку комната малюсенькая при переезде взяла очень маленькое количество вещей но тем не менее они заполнили в общем-то все это небольшое пространство поэтому на такой визуальный шум на бардак который моей комнате не обращайте внимание потому что мне попросту вообще некуда ничего девать и я самые ну что-то там немножко оставил у дочки какие-то вещи и у нее то ну представьте в однушку куда все перед у меня нет вещей и я не взяла бытовую технику ничего у меня такого нет вот единство что я забрала свой старенький моноблок вот там компьютер это хозяйский он мне не подключен потому что здесь нет интернета он у меня так просто стоит здесь вот у меня есть чайник давайте попоказывает вот тоже дедовская я забрала свои краски вот они краски холсты и завтрашняя планирую уже опять писать картину потому что у меня есть три заказа на мои картины я считаю что хватит уже переходить себя пора уже действовать вот такая развальная мебель но слава богу что и она есть потому что что-то я тут разместила вот такие документы таблетки все самое необходимое это полка хозяйского то лампа только моя этого медведь вот этого мишку мне подарил моя прабабушка когда мне было всего четыре года он такой грязный его кормила вот старый очень он даже зашитый на ноге и этого медведя я привозила но есть и здесь к привезла сюда так смешно у меня дочка тут она коллекционирует какие-то эти не знаю там что-то монетки какие-то такое это ну не не имеющие ценности это просто то что-то что-то такое как раньше найти игрушки из киндеров это коллекционировали я говорю доча я тебе сколько лет она к этой это говорит мама который таскает с собой медведя из своего детства вот тут немного я разместил у меня некуда убирать посуду и остатки вещей я еще наверно не до конца даже это с тем хранения продумала это вон дедовская коробки на всякий случай оставил потому что не знаю не уверена что я тут поселюсь на много лет скажем так здесь у меня то что не влезла сковородка массажер там какие-то тоже ну что фен наверное лежит или это вот здесь у меня как я такой распланирован газ для уборки убирался здесь целую неделю было очень сильно грязно просто не описать как грязно сыпется чего-то тут у меня немного продуктов и какая-то посудка влезла здесь тоже такой немножко бардак потому что не знаю может быть куда-то вот особо тоже не хочется ну куда-то шкафы запрятывать может сюда надо будет убрать как-то посмотреть но я говорю я после болезни еще не совсем пойму что мне надо тут у меня немного крупы сахар чай кофе так сестра мне тут сладости надавала в общем такой вот а сюда я забрала парогенератор и пылесос и химию бытовую какую-то вот сюда вот тоже разместила у меня эти мольберты еще лежат вот это какая-то небольшая полочка тут и свою обувь впихнула но и такой под рукой что были крема там или еще что-то это тоже хозяйская там наверху лежит и фанер который не особо несет свой функционал постельные полотенчики и вот так у меня он опять что-то слетела ну на в общем вот так у меня наложена одежда потому что потому что вешалка там вот мало я нашла какие-то дедовские свои вешалки не взяла и всю эту кучу я не могу развесить потому что иначе мне некуда будет ничего класть не знаю то что делать полок нет и поэтому соответственно так вот все навалом лежит это очень тяжело потому что я не пойму когда хочется достать что-то это во первых все мяты-перемяты вторки не пойму что у меня здесь находится и вроде знаете вот минимум вещей взяла все равно дашь фанер битком ну понятно тут и кофты тут и летние тут и домашние что такое в общем показываю ребят как есть сейчас напишут хозяюшка не хозяюшка если честно вот вообще по барабану что вы там будете писать вот исходя из тех условий которых я сейчас оказалась это еще вообще идеальный вариант у меня всегда была организована с тем хранения всегда очень аккуратно причем наглаженной я люблю гладьбелью вещи лежали и то что у меня вещи вот таком состоянии находится для меня это очень сильный стресс и шок тут тут у дед какая-то доска еще что-то там лежит не знаю сюда я убрала его ковер мне нифига не убирается ведро в туалет извиняюсь за такие подробности купила кружок мне сестра рекомендовала потому что как я его не пыталась отмыть и очистить у меня ничего не получилось в общем вот ну и такая небольшая кроватка она сантиметров наверное 90 и это вовсе не кровать я не знаю это остатки от чего-то диван или от чего я не знаю короче вот как-то так окно ночью с навеску не успела постирать а так окно я намыла тут какие-то картины висят полка в общем такое была одна лампочка я вижу это плохо я дочке говорю дочь купи две лампы потому что вообще с одной лампы тут полный трэш короче кресло кресло я попыталась тоже реанимировать меня не получилось в общем я купил вот такую фикс прайс эту как термостойкую как называется не знаю клеенка не клеенка почему бы такую подставку падает под горячую и вот на ней кушаю кушаю я здесь на кухне я не кушаю потому что потому что в общем то не хочу там кушать вот потому что не могу там кушать по опять же по своим каким-то не хочу озвучивать в общем и места общего пользования не буду ну как бы показывать потому что это двукомнатная квартира в соседней комнате находится дедушка вот и туалет в ванной кухне естественно это места общего пользования вот я думаю не было бы приятно если бы я бы еще хотел тут с камеры и показывал это поэтому поймите в общем показывают как есть вот в общем я вот такой камнотенки нахожусь малюсенько малюсенько сначала у меня была депрессия вот я всю свою жизнь прожила в своей квартире трёхкомнатной в которой меня была своя комната и вот так вот на старости лет я оказалась чужом доме бездомная пока временно безработная завтра я занимаюсь собеседованием поисками работы вот и вот таких условиях для чего решила показать это чтобы женщины наверное глядя на мой печальный вот этот опыт и пример думали о себе больше любили себя вот и не доверяли никому кроме себя чтобы вам человек родной не родной не говорил какие бы он вам песни пел на уши не вешал всегда надо иметь здравый смысл здравый рассудок и не поддаваться на какие-то вот знаешь у нас будет возможно что ничего не будет и вас будет вот такой же ток как у меня сейчас по поводу моих родственников еще расскажу что купим сестры мне предлагают помощь на финансовую помощь и пожить у них у них у обоих двухкомнатной квартиры обеих вот но я отказываюсь сама они предлагают любую помощь и я сейчас покажу дальше я часто очень хожусь старше сестры вот она мне как бы там комнату предоставила вот просят ухаживать у них кот старенький болеет но я прекрасно понимаю что это предлог и выдернуть меня из этих вот условий более когда болел лежала это я сейчас вот убралась до уборки здесь такие были такое состояние что в общем ладно все отмыло все от скрепла и как бы все хорошо теперь я когда у добралась когда постелила это ксюша мне дала вид дочка палас как-то более-менее вот так-то там что-то сходил подкупила там коврик привет входной вот это вот ну чтобы кушать сидеть здесь это мне как немножко полегче стало я даже вздохнула как бы это ну и плюс дышать совершенно здесь по-другому стало дети сначала пришли там давай сделаем ремонт давай там интернет протягиваю что это чужое жилье я сегодня живу завтра может что-то мне понравится сказать все давайте до свидания я передумала сдавать игры нет ни в коем случае чужом жилище мы ничего делать не будем вот жить за счет кого-то там детей помощи родных там дотаций каких-то я тоже не хочу это принципиально для меня это принципиально я хочу сейчас вы гребстись из этой ситуации абсолютно самостоятельно поэтому прошу в комментариях там написать что могли бы могли это лично мое принято решение и я считаю это я считаю так что это справедливо не приди господи если у меня что-то прям будет вообще прям трэшу что я сама себе на кусок хлеба не смогу заработать или что-то вот со мной плохо стало стране я сразу же забрала к себе я у нее несколько дней там жила ночевала она под холодильник ешь от пуза как говорится вот и в комфортных условиях принимала лечение просто отдыхала лежала поэтому это понятно да как бы они даже спрашивать не стали давай собирайся мы сейчас тобой приехали и ты едешь к нам вот сейчас когда уже более-менее все хорошо я приехал туда где я поселилась вот как-то так ребята вы спрашивали я показала кого-то это порадует но а те кто доброжелательно ко мне относится с любовью вот наверное не знаю сочувствовать нет вот еще раз говорю я с ним сняла это специально чтобы во первых как бы чтобы люди видели да все-таки искренность это для блогера мне кажется это в первую очередь важно вот ну и для и опять же для тех кто за меня переживал и кто очень много вопросов и вот хотел такой показать вот ребят дальше сейчас я покажу где у сестры пребываю очень часто поэтому прощаюсь с вами всем всего хорошего будьте умнее меня будьте прозорливее меня будьте наверное как так что еще сказать что вам еще пожелать не ведитесь на слащавые разговоры и на какие-то солнышко у нас будет ничего не будет вот такой итог будет если рассчитывать не на саму себя все ребят дальше кадры про где еще бывает ночую вот на так и я с вами прощаюсь всем пока пока хорошее настроение ребят я вам показывал показал точнее где живу а это вот квартира сестры и комната где она меня время от времени приютил в общем зовет к себе в гости я прекрасно понимаю что она жалею чем меня как бы это чтобы я пожила в нормальных условиях я здесь вот как раз провела время болезни на говорит лежи смотри телевизор вот такой здесь огромный компьютер есть но я не пользовалась ничем потому что мне вообще не до чего было я только на лекарствах лежала вот вот в таких как говорится человеческих условиях ну и время от времени вот они просят меня как бы у них кот старенький понянчить с котом но и где-то я наверно прекрасно понимаю что они просто жалеют меня и хотят чтобы я пожила в человеческих условиях поспала элементарно вот как то так ребят вы спрашивали что же твои родственники все хорошо с моими родственниками все предлагают приют но надо по своей проблеме решать своими руками я их создала я и разгребаться с ними буду